здравствуйте хочу начать свой рассказ с орхидейки которую отдала мне подруга прошлом году и прошло 9 месяцев я ее очень долго лечила вот эту корневую шеечку фундазолом смазывала думала она не выживет но сейчас покажу вам результат а что с ней происходило и как все было я вам оставлю в конце ролика ссылку можете посмотреть на эту орхидейку за 9 месяцев посмотрите корневая начала прорастать выше этого места где один корешочек вырос ниже где смазывала фундазолом здесь как шейка вроде бы как подсохла но она не пересушилась и корни начали расти в горшочке корни хорошие зелененькие она стоит у меня на мокрых пяточках смотрите как отросли листочки за девять месяцев она либо благодарна что я ее начала спасать либо что не знаю ты по мои температурные условия все подошло посмотрите сколько она нарастила листочка не все замечательно молодые листики не успевают расти вот молодой молодой немножко они правда какие-то не развернутая это ничего главное что они вообще раз в общем с этой орхидеечкой все в порядке я и в дальнейшем думаю когда нарастет больше корневой обрежу в этом месте и посажу другой горшочек а корнюшки оставлю в этом горшочке чтобы опускала деток очень красивая орхидеечка когда она зацветет она зацветет обязательно с такими темпами я вам все покажу и расскажу про ее существование дальше а пока у нее все хорошо все замечательно когда ее омоложу отдам верхнюю часть подруги обратно пускай любуется а корнюшки оставлю себе буду ждать деток продолжает цвести мой дроби он красавчик как невеста как компонола красивый длинную веточку пускает и такие красивые цветочки нежные беленькие а второй таки не пустил веточку должен быть сиреневой здесь два цветочка посадил этот отсушивает уже заканчивает свое цветение а этот продолжает и очень рада этому такой красивый любуюсь любуюсь и вы полюбуйтесь бульк на этом растении предостаточно я его обложила мхом сверху а внутри кора как он растет ли а дура также продолжает цвести и набирать бутончики свои очень красивое цветение а старый цветоносик она начала отсушивать но у нее все хорошо несмотря на то что она сбрасывает свой засушивает цветоносик леадора прекрасно себя чувствует наращивать длиннющие листочки у нее они салатового цвета корневая у нее замечательно вот это черненькое пятно не распространяется она просто здесь я за ним слежу но мне тоже на мокрых пяточках корневая замечательно пахнет она сказочно цветочки как нарисованы к кукольные звездочки такие прекрасные сейчас я включила фонарик показать вам при свете фонарика и прекрасные цветы они немножко отличаются без света и за свет что-то камера желтый цвет не передают вот эти кончики ярко-желтые и здесь сочнее все такое сочно леодора сказка мечта всех архаманов она должна быть у каждого а вот эту орхидеку в прошлом видео не зря вам так подробно снимала все ее качество красивые цветовые так как она сбросила все цветочки все отсушила и все цветонос зелененький крепкий но на их отсушила и сказала хватит может быть сильно жарко у нас в квартире не пойму не важно у нас нет другие цвести замечательные свои здесь у меня стоят реанимашки которым я наращиваю корни с нуля покажу у этой реанимашечки смотрите корней пока нет новостей нет поэтому отдельное видео я не снимаю тургор она немного восстановила я жду хоть какой-то признак чтоб пустили начала корней и потом буду снимать подробное видео пока она стоит у меня над водой так слегка смачиваю корешочек вот этот который один и ставим на полочке не на свету не носу не на окне это реанимашечка которая вам наращивает корни вот ведь один корешок погружен в воду корешок этот зелененький значит у нее все хорошо следующее немножко посмотрите какое для меня сделала красиво для того чтобы она выжила это белая орхидейка беглиб которая потеряла все корни я из бутылки и сделала такую красоту тепличку ведь она без корней полностью шейка у нее резко почернела корней было море когда ее купила мне есть видео бреди шеечка мне пришлось есть срезать никаких пока зачатков нет жду тоже результата фундазолом я не мазала просто хорошо зачистила и подсушила поставила сбоку бутылку шейка воде не касается на дне бутылки вода и такая красивая у меня композиция тоже стоит на полочке жду результатов затем буду вам показывать и это орхидейка которая у меня наращивать корневую в перлите посмотрите корешки как хорошо наращивать но здесь не было загнивание корневой шейки поэтому ее посадила перлит растущий корешок у нее были сильно вялые листочки но наращивает хорошо себе корневую в перлите я раскапывать ее не буду дождемся пока корни сами покажут здесь все твердые листочки жесткие этот листочек наверное она скушает так как он начал слегка желтеть и вяленький но можно его срезать чтобы легче было но не буду это делать пускай так растет вон из пазух листиков показываются растущие корешочки и вот с этой стороны растущий корешочек показывается то есть у нее все замечательно но у меня другая проблемка у нее на листике на самом растущем листике на росли вот такие пупырышки я пока с ними ничего не делаю в следующем видео сниму вам отдельно подробное видео что я буду делать с этими с этой болезнью как с ней справиться и что это такое а пока она у меня стоит вместе с другими реанимашками на полочке с окна попадает на эти растения солнечный свет и у них все замечательно а на окошке у меня стоит орхидейка с открытой корневой пока у меня тоже все хорошо вот она цветоносик выпустила здесь разные системы это в керамзик я посадила это в мох это с открытой корневой как камушки в общем об этих орхидеечках подробно сниму отдельное видео когда пойдут какие-то результаты спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной на моем канале до свидания спасибо спасибо